Друзья, всем привет! В свете грядущего сезона открытой воды, я веду активную подготовку. Соответственно, покупаю много новых приманок. И хотелось бы в этом видео познакомить вас с некоторыми из них. Данный ролик хотелось бы посвятить приманкам от компании Цуриной, поскольку их накопилось у меня уже очень много. Некоторые из них я уже испытал по открытой воде зимой, некоторые даже не опускал в воду. Но это, кстати, не все приманки, часть еще ко мне идет. Но хотел бы рассказать вам о своих впечатлениях от данных воблеров. Итак, погнали! Ну, это уже, наверное, широко известный воблер DW-78 от компании Цуриной. Это копия на воблер Асура. Очень шикарная копия. Ну, вообще, кто следит за моим каналом, уже, наверное, видел, что это один из лидеров. В общем-то, я его использую как воблер-разведчик, поскольку, ну, такое ощущение, что ловит везде. Есть определенные у него, конечно, недостатки, но они шикарно перекрываются его просто неимоверной уловистостью. Он поднимает и щуку из глубины, и ловит и на отмелях. Ну, в общем, воблер выше всяких похвал. У меня он присутствует в моей коллекции в двух цветах пока что. В таком кислотном и под натуралку. На него, кстати, есть отдельный обзор на канале. Поэтому я не буду много про него рассказывать. Но лучше посмотрите обзор, ссылочку я здесь где-то прикреплю. Вот ты, блядь, там мамка. Посмотрите, как заглотило. Следом я хотел бы тоже вкратце остановиться на воблере DW-76. Этот воблер мне нравится даже больше, чем предыдущий. Ну, именно в техническом плане он сделан очень качественно. Чем он отличается от предыдущего воблера? У него гораздо дальше заброс. Хотя не в том и не в том воблере нет магнитной системы дальнего заброса. Внутри сделан шарик. Но в 78 он где-то там вверху катается. А у этого по центральной плоскости. Видимо, может быть из-за этого. Либо может шарик просто какой-то более тяжелый. Но летает он гораздо дальше. Из-за этого зона облова гораздо больше. Поэтому ловить довольно приятно. Ну, игра у него такая более интересная, что ли. Более какая-то четкая. Ну, и вообще эти два воблера 76 и 78 хорошо друг друга дополняют. Я часто начинаю ловить 78. Есть поклевки, ловлю. Потом, через какое-то время клев затихает. Я ставлю 76 и клев продолжается. Сейчас почувствую. Хорошо. Что-то хорошее. Семь зла. Понимал только воблера. На самом счастливе. На паузе. Так что, в общем, оба воблера желательно иметь свои коллекции. Обзор, кстати, на него тоже есть. Можете на канале посмотреть. И ссылка тоже здесь будет. А это тоже очень интересный воблер от компании Цуринойя. DW-70. Воблер с шикарной игрой. Очень вертлявый. На проводке может совершать интересные кульбиты. Отрезки и отрезки их рывков его может даже вообще выносить на поверхность воды. Особенность у него такая. У него очень шикарный ролинг. Прямо меня очень впечатлил. То есть, остаточные колебания у него на паузах просто обалденные. Я успел его, кстати, разловить окунями зимой по открытой воде. Вот, ребят, сегодня клюнула первая щука на вот такой воблер от Цуринойя DW-70. Очень интересный воблерок. Прямо очень активная игра у него. На паузе так всадило хорошо. Воблер шумовой. С такой высокой частотой. Я в общем погремушки из небольших шариков сделала. Это, кстати, копия Аймафлит в сотом размере. Тоже могу вам рекомендовать. А этот воблер у нас DW-127 от компании Цуринойя. Значит, называется он Stinger в 125-м размере. Он всплывающий. Ну, такой у него ролинга особо нет. Но воблер интересный. Мне не именно понравился, что он большой. Я присматривал просто воблера для ловли по осени на одном неглубоком пруду. Мне именно этот размер понравился. Я даже взял в трех расцветках разных данный воблер. Такой у меня еще есть. И вот такой. Оснащил он такими мощными крючками морской серии. Значит, покраска такая хорошая, глянцевая. Воблер, кстати, достаточно тихий. А, и в нем есть магнитная система дальнего заброса. Вот, можно слышать. Гремушки в нем нет. Ну, успел его, кстати, половить им поздней осенью и даже разловил его одной щукой. В общем, тоже могу рекомендовать. А это у нас «Окер» от компании «Цуренвайм». Называется он DW59. Очень интересная поверхность. Это копия на «Дуа Реалист». Я им лично еще не ловил. Но отзывы у него я читал очень хорошие. То есть, он именно прекрасная копия. То есть, делает елочку, там проводка интересная. А я очень люблю поверхностные приманки. Ну и, соответственно, не мог не приобрести у Цуренова такого «Окера». Вот, это 85 размер. Взял я тоже в кислотной расцветке. Будем пробовать. И здесь «Облер» шумовой. Ну, для поверхности это, в общем-то, полезно. Собирать рыбу с большого диапазона. А это шед называется «Эксплорерс». В 60-м размере от компании «Цуренвайм». Я взял в таких двух цветах. В общем-то, тоже я по зиме уже успел разловить окунем. Интересный шед. Он достаточно глубокий. До 3,7 метра. Интересная у него проводка. На равномерке хорошо играет. Заглубляется хорошо. И, в общем-то, и на течении мне понравилась его игра. В общем, тоже могу рекомендовать. Есть что-то. Поехали. Вот такой окуняра на воблера «Цуренвайм» «Эксплорер». Отличный шед. Прям не очень зашел. Течение хорошо держит. Играет красиво. И окунь оценил. Так, это у нас интересный воблерок небольшого формата. Он называется он у нас DW107N. Взял я такую тоже интересную расцветку под натуралочку. С такими красивыми переливами. Тоже я его еще не пробовал. Но взял я его для ловли некрупного хищника. Летом это, значит, окунь, голавль. Воблер, в общем-то, тихий. Шума практически не издают. Тоже отзывы на него очень хорошие. Соответственно, поэтому я на него и соблазнился. Ну, пока рассказать про него не могу ничего интересного. Но единственное, что могу показать на камеру, качество изготовления. Оно, как всегда, у «Цуренвайм» шикарное. Так, ну, опять же, в ту же коллекцию взял еще один небольшой дублерок. Называется он у нас DW69C. Сейчас достанем. Тоже, соответственно, я его еще не использовал нигде. Взял в такой тоже яркой расцветочке. Тоже по некрупному хищнику. Облер небольшого формата. Это окунь, голавль. Облер указан как тонущий. Сделан шикарно. Качество изготовления просто бомба. Да, воблер шумовой. Ну что, ребят, краткий обзор подходит к концу. Что я могу сказать в итоге о приманках от компании «Цуренойа». Приманки очень интересные. Как бренд «Цуренойа» среди китайских производителей, на мой взгляд, ходят как минимум в топ-3. Это очень качественные приманки. Брака я пока что не встречал у них. Те воблеры, которые я успел испытать, они ловят. Некоторые просто шикарно ловят. Поэтому я могу вам эти приманки рекомендовать. Ну а покупать или нет, дело, конечно же, ваше. А у меня на этом все. Всем счастливо. Всем пока.